Я хочу поделиться вещами, хорошими и плохими, перед началом собрания. Возможно, все это выстраивает определенную атмосферу, но это те вещи, посреди которых мы живем. Поэтому, вчера мне было очень нехорошо, мы участвовали в похоронах солдата одного, и мы знали его вот с такого возраста. Это сын Наташи Кушнир, те, кто в Галере Хамим были когда-то или знают, помнят его, верующий мальчишка, он погиб в Газе, танкист. И я вам так скажу, тьмармурет, когда тебя трясет всего, мурашки и прочее, и это уже 63-й солдат. И вы знаете, вчера там на кладбище, в Кириатата, военном кладбище, собралось, ну, наверное, мне тяжело сказать, там было так много людей. То есть там не было видно концов этого кладбища из-за того, что было так много людей. Я думаю, тысячи три-четыре человек. Понятно, что близкие к семье, это сто-двести человек со знакомыми, со всеми. Шайка был хороший друг многим ребятам, тех, которые вот между нами. У нас иногда в собрании поет Алла Феортистов, ее знаете, то есть ее сын и Шайка хорошие друзья. И буквально пару недель назад он приходил к ним, они в футбол играли там и все такое. И вот солдата не стало. И вы знаете, я как бы нахожусь постоянно в какой-то, не знаю как кто, но лично воспринимаю все эти потери. И когда смотришь на фотографии, это второй верующий парень, который погиб за эту войну. Ну, за эту войну. Если кто-то помнит, дней 12 назад погиб один эфиоп, капитан. Он тоже верующий из Тель-Авива. Его жена родила позавчера дочку. И это вот Мацап. Но я хотел посреди всего вот этого сказать две вещи. Ко мне вчера подошла одна женщина с уголей Рахамим и говорит, ну вот как вот такое может быть? Такие ребята погибают, а какие-то просто отморозки живут. Ну, мы все знаем такие вещи, когда случаются и все такое. Вы знаете, позапрошлое недельное чтение, прошлое недельное чтение Дима давал комментарий про то, что жизнь праведного заступает, закрывает, покрывает жизни других людей. Понятно, что когда-то это был первосвященник. И написано в Пороша Чавуа Масей, что когда первосвященник умирал, то неумышленные убийцы получали прощение. Они могли выйти из этих городов убежищ. Помните, в Писании есть описание городов убежищ. Они становились свободными людьми. То есть жизнь праведника, первосвященника покрывала жизни неправедных людей, которые согрешили, пускай неумышленно, но согрешили. И разумеется, все мы в соответствии с этим сразу же думаем о Иешуа, который назван великим первосвященником, который своей смертью покрыл грехи умышленных и неумышленных. Но те, кто пришли к нему и раскаялись. Написано, поэтому он, его священство выше, чем священство тех. Но вот когда случается вот такое, и вчера раб пел песню, молитву на кладбище. И когда он пел, я все время думал про послание евреям 11 главу. Помните, там написано, эти праведные достигали плодов своей веры, верою они приобретали, а те, которые нет. И он вдруг стал провозглашать такие слова. И героям причтен. Вот героям Танаха причтен. То есть, понятно, это было на иврите, но это было так ясно, что жизни этих ребят были положены за Израиль. За Израиль, которому Бог дал самое необыкновенное предназначение в Писаниях. Первенец Божий. Если Израиль существует, то исполняются Божьи предзнаменования и эффект исправления для всех людей во всем мире. И эти ребята, кто-то осмысленно, а кто-то просто... Послушайте, что они некоторые написали в своих письмах. Я готов, я иду, это мой народ, я готов положить свою душу. И они... Просто это не просто так случается. Вот я просто хочу, чтобы мы, как Кегела, как община, знали вот эту вот мысль. И еще одна вещь. Она меня постоянно преследует. Кто помнит войну прошлую с Ливаном? Погибло 130 примерно солдат. Были похоронные процессии, но все это было семья, немного близких, немного военных и все. Что сейчас случается, это просто непонятно. Когда на прошлой неделе хоронили солдата-одиночку из Америки в Хайфе, там вообще невозможно было пройти. Там было 20 тысяч человек. На горе Герцеля 30 тысяч человек. Одиночку. То есть человека, у которого вообще не... То есть, вы знаете, я вчера даже в Фейсбуке написал такую маленькую статью. Ну, не статью, а мысль. Но идея такая. Я надеюсь, что вы поймете меня. У меня есть компьютер. У него алюминиевый корпус. Мак, по кинтоже. Я не знаю, что там с ним. Может, я его не так включаю. Но когда я за ним работаю, и кто ко мне подходит туда трагивается из моих, их всегда бьет током. Ну, то есть, я этого не чувствую, а не сильно там. Правильно, Рами, да? Мою жену спросите, она, когда я за маком сижу, она даже ко мне не подходит, потому что всегда бьет током. Вы знаете, я подумал, вот этих ребят хоронят. И это как бы основное горе на кого падает. На их родителей. То есть, ну, понятно, друзья потеряли, но там где-то оно складывается. Но основное горе это на родителей. Не родители должны хоронить детей, дети должны хоронить родителей. Но я просто вижу, что Небесный Отец через эти похоронные процессии стал объединять народ. Вот как будто внешние приходят и их бьет током. И все как один человек вчера стояли. Там были люди, которые Шая Кушнера даже не знали. Но их бьет током, это было видно. Господь обращал их. И когда читались молитвы, Господь к праведным героям почтен. Да будет мир на Израиле. Все как один человек просто провозглашали. Амэн, 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 амэн. Это сейчас по всей стране случается. И вы знаете, понятно. Господь усмотрел, что через гибель тех троих мальчишек, которых украли, началась вся эта война. И вдруг открылись эти кучи траншей. Кто-то сказал, что Шабак добился там признания. И если бы эта война не началась, то на Роша Шана они хотели нам сделать израильское 11 сентября. С массовыми терактами и со всем. То есть, потому что вы можете представить, что через 40-50 траншей они бы пролезли, эти гаденыши бы пролезли внутрь. И они бы что-то там в кибуцах повырезали людей. Это могли быть сотни людей, сотни спящих людей. То есть, это же могла быть катастрофа, когда в Роша Шана все поднимают лыхаем и думают только о том, чтобы весело провести время. И Бог просто разрушил это. Ира Ильина в своем этом, тоже в посте, в фейсбук неплохая штука, там можно видеть, о чем люди думают. И как бы это написала, я не знаю, как молиться за врагов. Я не знаю, я вчера ответил туда, я не знаю, читала ли она, может быть спать пошла, это было уже поздно ночью. Вы знаете, кто помнит в Писании есть такое понятие, молитесь за врагов ваших. Я вчера, когда вот это вот думал, я понял вдруг, знаете, за каких врагов нам нужно молиться? За бытовых врагов. Знаешь, что такое бытовые враги? Ты поругался с соседом напротив, ты поругался с начальником на работе. Это твои, это бытовуха, где ты просто не сошелся характером. И тебе нужно просто молиться, чтобы твое свидетельство верующего и свет стали ясны для того человека. Но молиться за врагов, которые во время атаки подхватывают проходящего ребенка на улице. И им прикрываются и говорят, Аллах Акбар, Шахид. Это, это, вы знаете, я всегда проповедовал на тему, помните, в Писаниях есть место, которое говорит, Бог говорит Моисею и потом Ягушу, Абенуну, Иисусу Навину, когда войдешь в эту землю, то вот этих пожалей. А вот этих, и сегодняшняя глава, кстати, об этом, дворин, там написано, там написано, что вот гора Сеир, там живут дети Исава, не трогай их. А вот Сигона, Иога, этих вот просто под косу. И детей, я всегда истолковывал это место Писания не как геноцид. Некоторые христиане истолковывают, вот Бог евреев, это Бог плохой, а у нас Бог поменял свой характер. А теперь он стал называться Иисусом Христовым, и он стал добрым. На самом деле, вот как я понимал, это люди, Сигон, Ог, их народы, они были отравлены колдовством, идолопоклонством. И их по-нормальному обратить к вере невозможно было. И только есть, когда они заплатили своими жизнями за свои грехи. И поэтому Бог использовал Израиль как орудие наказания. Но, вот так понимал всегда. Но вот сейчас, когда я читаю и смотрю фотографии того, что происходит в Газе, и как народ за какое-то 30 лет отравился полностью ненавистью, и они вообще ничего не хотят. То есть, это не героизм, это не Александр Матросов, который над зод бросается. Нет, это совершенно другое. Это яд. В Писании это есть. В Писании написано, они заключили завет со смертью. И вы знаете, 108-й псалом. Я никогда толком не понимал, почему в Писании есть такой псалом. 108-й. Ты можешь поднять его, Давид? Я просто хочу зачитать вам 108-й. Боже, хвалы мои, не молчи. Ибо ответственность на меня уста нечестивые, уста коварные, говорят со мной языком и лживым. Отсюда вооружаются, окружают меня словами ненависти. Вооружаются против меня без причины. Без причины. Без причины. То есть, им дали землю, живите там, как хотите, живите. Вот вам каждый месяц деньги. Вот вам каждый месяц бесплатное электричество. И это, это, живите там. Не хотите жить с нами дружно, вот вам, живите там. За любого твоего не урождует на меня, а я молюсь. Подставить мне за добро, подставить мне за добро зло. За любого твоей ненавистью. Вы знаете, сколько стоили там? Построить все эти туннели была общая оценка. Говорят, можно было построить десятки больниц, школ, детских садов. Они построили туннели за деньги, которые... Сори, мы, мы, израильтяне, наша масса хнаса, это не только Евросоюз и Катар, мы им давали. Возвращение за добро зло, за любовь, мою ненависть, поставить над ними нечестивого. Дьявол в осаде надеству его, пишет царь Давид. То есть, по сути, он проклинает их. Это люди, которых невозможно исправить. От них не работают места, писания там, где Господь ешел, говорит, молитесь за врагов ваших. Это не того уровня враги. Это враги, которые просто отравились ядом. И не нужно просто сказать, Господь писал над ними. Делать свой суд, потому что я не могу дальше. Когда будут судиться, добыть принодлим, молитва его добудет в грех. Добудут они, дни его краткие недостоинства его возьмет другой. Дети его добудут сиротами и жена его вдовою. И дослетаются дети его и нищенствуют, и просят слева из развалин своих. Смотрите, это все происходит. Они мканывают, вот просто под... Вот, вот, вот картина, которую мы видим сегодня. Я не знаю, я не знаю, куда идет наш соседний народ. Ну, имеется в виду газа. Но я просто хочу, чтобы в это время мы, верующие, с одной стороны, действительно, действительно стали солью. Вы знаете, что такое соль? Помните, Ешел говорит? Вы соль мира, вы свет мира. Помните эти слова? Кому он сказал эти слова? Кому он сказал эти слова? Да вы текст читали. Кому он сказал эти слова? Он не сказал народу израильскому эти слова. Народ израильский был призван быть светом и солью еще с дней Авраама, с дней Моисея. Про это написано. Вы царство священников у меня. Эти слова он сказал избранным посреди народа израильского. То есть, группка людей, которые уверовали еще и в него, которые были Израилем, но посреди Израиля поняли, что в Ешу они могут быть еще большими евреями. И им он сказал, вы соль и свет. Я хочу нам сказать, ведь мы в Израиле, мы посреди Израиля, чтобы мы могли научиться быть по-настоящему солью и светом. Посреди нашего народа, чтобы Бог давал нам молитвы, некоторые из нас просто гордятся, ну в кавычках или не в кавычках. Я верующий, аллилуйя, у меня есть картиз на небо, у меня есть билет полететь на небеса, Иисус Христос. Все правильно. Но он дал нам этот картиз не для того, чтобы мы просто дрожили им и ни о чем больше не думали, а чтобы мы приняли от него силу быть светом и солью посреди нашего народа. Не затыкаться, я сейчас говорю нам в осуждение, люди, не затыкаться в этих вонючих сериалах, а немножко подумать, что Бог дал нам дух, и дал нам призвание, и дал нам молитву, и мы можем быть силой и солью, но большинство из нас, знаете кто, щедлы, никогда не могущие даже носа приподнять. И я сейчас не говорю, чтобы мы бегали где-то, свидетельствовали. Что мы можем свидетельствовать, когда мы от него не исполняемся силой? Мы сейчас на две недели делаем отпуск в нашей общине. Мы хотим, чтобы люди немножко соскучились по общине. Следующий шаббат и следующий шаббат нет ничего. Все помнят, да? Но вторник этот и следующий вторник мы здесь делаем молитвы. Только молитвы. Вторник в 6.30 и следующий вторник йом шлиши. Мы делаем молитвы, чтобы просто искать Господа. Просто искать Господа в 6.30. Я приглашаю всех, особенно тех, которые заняты в служении. Мы часто называли это молитвой и служением. Но я хочу сказать, что я, к сожалению, вижу, что мы слабенько растем в слове. Слабенько растем в духе. Есть среди нас люди, которые за 5, 10, 15 лет действительно стали крепкими. А некоторые, вот Павел правильно пишет, он говорит, друзья мои коринфляне, вы как были плоть, мясо, так и мы остались. Ничего не изменилось. Я хочу, чтобы немножко возревновали, немножко вырвались из своей скорлупы. Это и меня касается, это каждого из нас касается. Нам, наверное, хорошо живется. И сейчас война, наверное, нас немножко всех потрушивает. Но я хочу вам сказать, люди дорогие, соль и свет. Если вы соль и свет, то будьте солью и светом. А если нет, то еще очень четко сказал. Если соль теряет силу, что с ней нужно сделать? Просто на помойку ее выбросить. Я не хочу быть выброшенным. Я надеюсь, что вы тоже не хотите быть выброшенным. Мы начнем наше собрание не с молитвы Амеда, а с молитвы Кадиш. Из Ашая. Из-за остальных 63 солдат. Не ошибайтесь. Молитва Кадиш – это не православная, заупокойная молитва. Господь своих познал и знает, где их держать. Это молитва, чтобы в нас заменить скорбь и трагедию утраты на веру и упование на Творца. Это молитва, в которой молятся близкие погибшему человеку люди, чтобы из себя извлечь страх и недоумение от потери и выложить внутрь себя желание доверять Господу все. Это невероятно сложно, но это да, можно. Дима, пожалуйста. Давайте встанем мы тоже. Я думаю, каждый из вас читал и помнит, наверное, историю про Айова. Там есть такое место, что жена подходит к нему и говорит, зачем ты страдаешь? Зачем ты переносишь всю эту боль? Возьми, прокляни Господа и умри. И как Леон сказал, молитва Кадиш – это когда человек, он что-то теряет, он что-то переживает. И иногда, может быть, у него есть ненависть к Богу, может быть, у него есть недопонимание, почему так происходит, почему Бог так наказывает его, и есть внутри какая-то злоба. И вот тогда он читает вот этот вот Кадиш, в молитве которой он прославляет Творца. И как сказал Иов, Господь дал, Господь взял. Почему мы должны хорошее принимать, а плохое не принимать? И вот эта вот молитва, она помогает просто открыть свои уста с доверием к Богу и прославляя Его. У вас есть молитва Кадиш высветить? Высветили, там ничего не видно. Откадал и откадеш, шмараба. Балмадай барак хириута, воэмлих мальхута, воэцмех пурканая, воэкарев машехея, вхайхон и воэмихон, вохайя дихоль Бит Исраэль, вагаляу визман кариб, воэмру, иешмараба мебурах лаулям, воэлмэй олмая, итбарах вештабах, воэтпар вэттрома, воэтнаса вэтадар, воэталя вэталя, лшмадикуча бариху, лаулям инкол бирхатаа веширата, тушбухатаа венахамата, дамиран баэлма, воэмру, амэн. Осе шалом бим ромав, уйасэ шалом алейну, воэл коль Исраэль, воэмру, амэн. Да возвысится и осветится великое имя Его в мире, сотворенном по воле Его, да пребудет царство Его, и да явится спасение Его, да придет помазанник Его Мессия в ваши дни, при жизни нашей, при жизни всего Дома Израилева в скорости в ближайшее время, и все скажем амэн. Да будет имя Его великое, благословенно во веки веков, да будет благословенно, возвышенно, превознесено, возвеличенно и прославляемо, имя Святого благословен Он, хотя Он превыше всех возможных благословений и песнопений, восхвалений и утешений, произносимых в мире, и все скажем амэн, устанавливающий мир в высотах своих, да пошлет Он мир нам и всему Израилеву, и все скажем амэн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok